Вы как-то сказали, что образ Ленина не такой однозначный и не такой примитивный, как образ Сталина. Да, если Сталин, в общем, просто, необыкновенно удачливый бандит и человек, который сделал свою политическую карьеру таким же образом, каким делает ее, например, сейчас Бузова, потому что вот эта сила примитивности, сила абсолютной пустоты и безмысленности, она же является недооцененной. Мы же не понимаем, что это, до сих пор не хотим понимать, что это колоссальный ключик к успеху очень многих людей. И вот Сталин какого, да, как раз был из числа вот этих вот безмысленных, потому что мы знаем, что все его научные работы писали с ним, мы знаем, что все его личные труды отличались феноменальной безграмотностью и тоскливостью, там не было проблесков таланта, а у Ленина были блестящие работы. Более того, они у него были блестящие тогда, когда у любого нормального человека уже не было бы возможности вообще не то что писать крайне интересные статьи, да, лучше меньше да лучше, статьи о придании госплану законодательных функций, которые, в общем, действительно показывают пусть и уродливое, пусть и искаженное всей этой мерзкой ленинской риторики, но движение мысли. И мы видим, что человек, который понимал, что вот и писал замечательные вещи, типа того, что видеть разницу может любой дурак, да, а вот увидеть переходную форму между разницами, вот это уже особое искусство. И это говорит о нем, в общем, как о все равно философе, как о, в хорошем смысле этого слова, щелкопере. Он интеллектуальная фигура. Не случайно, в общем, он мало причастен к революции, это как таковую революцию сделал Троцкий, который был абсолютно древнеримским персонажем, который мог, не меняя выражение лица, выстрелить вам в лоб из Маузера и продолжить с вашим партнером слева беседу. То есть требуется для революционера нечто, нечто иное. Ленин был идеологом. Идеологом, в общем, надо сказать на тот момент блестящим и предельно искренним. Другое дело, что он...